Фейбл Нет, такого не может быть Но это правда, сынок Люк, я и папа очень сильно любим тебя Для нас ты навсегда останешься нашим родным сыном Но мы не твои биологические родители Мам, а вы взяли меня из детского дома? Нет Тебя подкинули к нам, когда ты был еще младенцем А то, что вы говорили про кулон Это чистая правда Этот кулон от твоих настоящих родителей Он был с тобой, когда ты попал к нам А еще с тобой было это письмо Я сохранил его на всякий случай Мам, пап, спасибо вам за все Я вас очень люблю Мы тебя тоже Этой ночью Люк не смог уснуть Размышляя над всем услышанным На следующий день Что-то Люка долго нет Надеюсь, ничего страшного не случилось Привет, Элис Прости, что опоздал О боже, Люк, что случилось? Ты выглядишь очень усталым Я просто не спал всю ночь Что? Ты совсем, что ли? Почему? Я узнал одну семейную тайну Ну? Анна и Джон Не мои родные родители Что? Ну как? Пошли погуляем Я подробнее тебе все расскажу В итоге они гуляли До позднего вечера Вот я и не спал Думал о родителях И о том, что написано в письме Люк, ты прости меня Пожалуйста Если бы я знала все это Я бы не советовала тебе спрашивать Про семью у родителей Элис Ты тут совершенно ни при чем Я бы все равно Рано или поздно узнал бы всю правду Элис Что-то не так? Простите, что нарушаю вашу идиллию К сожалению для вас Наследник Я пришел За вами Да что вы несете? Простите, но вы явно обознались Кто вы вообще такой? К сожалению для вас Я совершенно не ошибся А вы действительно хотите знать Кто я такой? Что за... Прошу простить У меня мало времени Так что можете прощаться Со своими жизнями Даже не смей, шавка Они мои Да что ты, пташка Тут забыла Хотя, знаешь Давай на мировую Цель у нас одна А вместе проще Хорошо Договорились Чего встали? Бегите быстрее отсюда Ну а теперь Будем разбираться По-взрослому Люк, что это было? Я бы и сам Хотел это знать А я думал Вы бегаете быстрее Это вы Вы нас спасли Верно Подмеченов Спасибо, конечно Но кто вы? И что вообще происходит? Люк Я думал Ты меня помнишь Хотя Неудивительно Ты ведь был еще Младенцем Да кто вы такой? Я близкий друг Твоих Настоящих родителей Моих Родителей? Хорошо Допустим Это правда Но вы так и не ответили Что это только что было? Кто вы на самом деле такой? И почему помогали нам? Почему тот Как я понимаю Оборотень Сказал Что я наследник? А про моих Настоящих родителей У меня вообще Тьма вопросов Не Ну точно Весь в отца пошел Это не лучшее место Для разговора Хотите ответов? Тогда не двигайтесь Почему мы не должны Дви... Как? Добро пожаловать В мой дом И родной мир Люк Я вам не врал Я действительно Близкий друг Твоих родителей Меня зовут Леонард А это Мой настоящий Облик Так вы Демон? Не смотрите На меня так Людское Мнение О демонах Довольно Скептично И Неправдоподобно Люк Правда Которую Ты так Хочешь знать Совершенно Не такая Как ты думал Ну конечно У меня Ни в одном Предложении Не было Ни оборот Ни Демонов Ладно Леонард Ответь Кто Мои Родители И Почему Меня Назвали Наследником Твоих Родителей Зовут Люциус И Брияна Они Чистокровные Вампиры Твой Отец К тому же Предводитель Клана Вампиров Ну А раз Ты Его Сын То Ты Его Наследник И Будущий Предводитель Клана То Есть Я Вампир Но Это Невозможно Ведь У Люка Не проявлялось Никаких сил И признаков Ты Точно В этом Уверена А по-моему Как минимум Его Глаз Говорит Об Об Обратном К тому же Странности И Необъяснимые Вещи Вы И Сами Замечали Но Ведь Конечно Он Еще Не Вампир Пока Объясните Твой 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 Кулон Который Создал И Заколдовал Я По Просьбе Твоих Родителей Запечатал Большую Часть Твоих Сил До 18 Летия Но Ведь Мне Уже 18 Силы Не Могут Появиться Просто Так Им Нужен Толчок Например Эмоциональный Зачем Родители И Вы Все Это Сделали И Почему Нас Хотели Убить И Тут Леонард Рассказал Историю Про Вражду Кланов Ладно У нас Не Так Много Времени Нам Нужно Идти Но К Сожалению Селис Придется Попрощаться Даже Не Смей Ее Трогать Хорошо Как Скажешь Наследник Идите За Мной Голубки Илюк Сними Уже Эту Чертову Повязку Почему Ты Не Можешь Просто Телепортировать Нас На Место Ты Же Ведь Уже Делал Это Поэтому И Не Могу Чтобы Телепортировать Нас В этот Мир Мне Пришлось Затратить Много Сил Если Я Не Восстановя Силы Сделаю Это Опять Это Будет Смертельно Опасно Особенно Для Вас Эти Катакомбы Ведут Прямо В Замок Скоро Мы Будем На Месте Не Хватало Еще Чтобы Ты Замерзла Пойдем А То Отстанем Ну Здравствуй Мой Старинный Друг Люциус Давно Не Виделись Леонард Давай Без Этих Твоих Закидонов Я Не В На Строении Что-то Случилось Отец Люк Я Знаю Что Мы Совсем Не Знакомы Но Прости Нас Если Сможешь Люк Поверь Нам Было Сложно Решиться На Такой Шаг Я Понимаю Что Мы Вряд Ли Станем Для Тебя Близкими Но Леонард Мне Все Рассказал Я Знаю Что У Вас Не Было Другого Выхода Пап Я Рад Тебя Видеть Люциус Бриэна Что Случилось На Нас Напали Как 18 Лет Назад Мама Люк Помогите Элис Нет Люк 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 Тебе Нужно Успокоиться Люк Люк Если Ты Не Успокоишься Мне Придется Применить Силу Люк Элис В этом Состоянии Он Очень Опасен Люк Ты Ведь Не Навредишь Мне Помнишь Что Значит Наши Браслеты Мы Ведь С тобой Лучшие Друзья И Элис Что С тобой Что С ней У Нее Критическое Состояние Ее Организм Не Приспособлен К Нашему Миру Если Она Не Придет В Сознание То Умрет Через Сутки Хорошо Можете Ити Да Господин Леонард Вы Не Можете Вернуть Ее Домой В Таком Состоянии Это Равно Ценно Смерти Не Неужели Нет Способов Спасти Ее Ну Вообще То Есть Один Что Я На Все Готов Если Она Станет Вампиром То Ее Организм Приспособится К Нашему Миру И Все Будет Хорошо Но Дело В Том Что С Вампиром Который Ее Превратит Она Будет Связана Навеки Как Это Сделать Ты Ведь Понимаешь Что Ты Не Сможешь Жить Без Нее И Полюбить Кого То Другого Да Я И Так Но Я Не Могу Сделать Это Без Ее Согласия Твой Кулон Может Помочь В Нем Остались Частицы Твоей Энергии Они Помогут Ей Прийти В Сознание На Какое То Время Я Объясню Как Правильно Это Сделать Люк Я так рада Тебе Видеть Нам Нужно Серьезно Поговорить Элис Ты Сейчас В Сознании Благодаря Моему Кулону Если Ничего Не Предпринять То Ты Скоро Можешь Умереть Поэтому Мне Нужно Признаться Я Люблю Тебя И Я Не Хочу Чтобы Тебя Не Стало Я Могу Превратить Тебя В Вампира И Тогда Ты Будешь Жить Но Мы Будем Связаны И Не Сможем Полюбить Кого То Другого Поэтому Ответь Мои Чувства Взаимны Да Я Давно Люблю Тебя Люк Они Остались Жить В Родном Мире Люка Иногда Благодаря Леонарду Они Навещали Своих Родных Для Них У Люка Элис Была Легенда Что Они Уехали Жить В Другой Город К Настоящим Родителям Люка Спустя Десять Лет Папа 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 Папочка Да Солнышко Что Ты Хотела Я Я Я Я Я Я Мамин Стей Лист Оценишь Мою Работу Ну Конечно Мама Выходи Папа 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 Правда Видишь Что Мама Сейчас Очень Красивая Да Нет Доченька Ты Не Права Наша Мама Всегда Очень Красивая Я Считаю Что Такая Атмосферная И Увлекательная История Обязательно Заслуживает Вашего Лайка Давайте Наберем Десять Тысяч Автору И мне Будет Очень Приятно А Если Вы Хотите Почитать Комиксы То Рекомендую Зайти На Один Очень Классный Сайт Ссылка В Описании Не Забывайте Подписываться На Канал И Нажимать На Колокольчик Чтобы Не Пропускать Новые Видео Спасибо Что Смотрите И До Встречи